Во вторник Буревестник принимал у себя тамбов. Каждый матч ярославцев стабильно проходит под пристальным вниманием множества болельщиков. Очередная игра не стала исключением. В этот раз насладиться большим баскетболом смогли и одни из самых преданных спортивных фанатов. При поддержке муниципалитета Ярославля матч вживую увидели воспитанники баскетбольной секции резнотехники. Слово Елены Третьяковой. Профессиональные игроки, полеты мяча и накал спортивных страстей. Увидеть все это вживую 16-летний Данил мечтал с первых дней занятий баскетболом. Заветное желание исполнилось спустя два года. От эмоций просто захватывает дух. Эмоции бешеные, не объяснить словами. Я мечтал попасть на игру эту. Очень красиво. Хорошие броски. Игра отличная. Они очень хорошо бросают. Попадают именно трехочковые броски. И даже было два Данка. Воспитанники баскетбольной секции резинотехники попали на игру не случайно. Идея организовать поездку пришла председателю муниципалитета Ярославля после общения с подрастающими спортсменами. Павел Зарубин и сам с баскетболом на «ты». В юности занимался профессионально. Сейчас активно поддерживает «буревестник» и даже попробовал себя в роли комментатора. На эту игру привел младшего сына. Посмотреть на баскетбол, на шоу, на новый спортивный зал. Действительно, этот спортивный зал уникальный с точки зрения инфраструктуры. Никогда такого баскетбольного зала не было. Поэтому мы очень рассчитываем, что те юные баскетболисты, которые сегодня приехали с района резинотехники и посмотрят этот матч, они действительно увидят, к чему нужно стремиться. Вместе с преданными фанатами за игрой с Тамбовым следили и гости из Москвы, представители Российской баскетбольной федерации. Хотели бы провести мастер-класс «Школа 2.0». Это новый проект детского баскетбола. И мы постараемся приехать сюда, если получится, приехать вместе с президентом Российской Федерации Андреем Кирилянко. Административный ресурс, какой менеджмент у команды, какой зал. Ну, здесь только одни пятерки можно поставить. Такая подготовка команды и всего, что я перечислил, достойно первой дивизионной Суперлиги. По азарту и динамике игры баскетболисты «Буря» старших спортивных товарищей не разочаровали. В итоге победа. Счет 74-62 в нашу пользу. Остались довольны и болельщики. Елена Третьякова, Михаил Орлов.